МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как на всё найти время и как его не потерять? Современные условия диктуют довольно жёсткий ритм жизни. А как в этом ритме и мире живётся женщине? Со своими мечтами, желаниями, семьёй, мужем, детьми? Хватает ли силы времени на себя? Какие тайны хранит женщина? И готова ли она открыть их? Счастлива ли она? И какова эта формула счастья? Мало кто задумывается, что для каждой женщины существует своя формула счастья. А в чём она заключается? Я попробую это узнать, пообщавшись с героинями проекта. Эти леди всегда в деле. Они успевают всё. Находят время и на себя, и на тех, кто им дорог. И формулу счастья и успеха этих женщин я постараюсь найти. Знакомьтесь, хрупкая, лучезарная и очень активная леди в деле Валентина Ким, директор компании «Шоколадная студия». Яркая внешность, русско-корейские корни, почитание, традиции и, конечно, любовь. В том числе к своему семейному делу. Производство шоколадных шедевров, фигур и фигурок, разнообразных, необычных и очень вкусных. И, конечно, первый вопрос, который возник у меня к Валентине, с чего же началась её любовь к шоколаду? Оказывается, идея заняться производством изделий из шоколада пришла к мужу, Ивану. Он, выпускник кондитерской академии, всегда мечтал воплощать идеи в жизнь. А Валентина, что называется, подхватила, поддержала и с энтузиазмом стала заниматься продвижением и финансовой частью шоколадного бизнеса. Сложно было начинать, но это всё так было, мне кажется, постепенно. Я уже подключилась как такой, как сказать, двигатель, двигатель продаж. Иван, он занялся именно производством, то есть его руки, его ум, смекалка, как сделать именно форму, здесь вот нет равных. А у меня уже такая функция осталась, это именно там переговоры с поставщиками, с покупателями, презентация продукта, интернет-магазин, ведение соцсетей. То есть вот такое вот у нас разделение производства, продажи. Постепенно, не спеша, вникая, развиваясь, основать не просто семейный бизнес. Дело в некотором роде весьма уникальное, изготовление шоколадных фигурок разных форм и размеров, от индивидуальных до массовых. Шока-студия находится в небольшом подвальчике на Чкаловской и при приближении просто манит и завлекает запахом шоколада. На ум сразу приходят знаменитые фильмы «Шоколад» с Джонни Деппом и «Жульет Бинош» и «Чарли» и «Шоколадная фабрика». Небольшие помещения и довольно серьезные объемы производства, но все кажется каким-то уютным и аутентичным. А фигурки из шоколада – просто шедевры творчества. Такое и съесть, честно говоря, жалко, слишком эстетично выглядит. Но попробовав на вкус, понимаешь, дело не только во внешней красоте продукта, но и качестве. Массово производить хороший продукт производителю не всегда экономически выгодно. Когда фабрика разрастается, я считаю, что это почти невозможно отследить поставку, например, того же сырья, насколько оно там не поменялось. Потому что мы также закупаем у поставщика. Мы, например, работаем уже лет семь с одной компанией. Мы знаем, что оно какое было, такое и остается. От идеи до воплощения за оптимально короткие сроки. Не в ущерб качеству. Именно на этом строится шоколадное дело. За годы совместного труда, а это примерно 10 лет, из которых 6-7, бизнес стал на прочные рельсы. С мужем Валентина не только вникла в технологию производства, но и научилась разбираться в сырье. И тут она, что называется, также в деле. Человек приходит к нам и говорит, я хочу с нуля сделать какое-то, какое-то, например, здание, которое просто немыслимое. Если оно не сильно большое, примерно 2 недели. Мы привлекаем и 3D-модельера, 3D-печать, сами делаем уже силиконовую форму и отливаем в шоколаде. Это всегда эксперимент. То есть мы предупреждаем, что это не поставлено на поток, как, например, серийное производство. То есть всегда нужно попробовать эту форму, попробовать, выйдет ли шоколадная фигура, как она будет транспортабельна, скажем так. Ну, в среднем 2 недели мы говорим всегда. Но зависит, конечно, от сложности, потому что есть такие сложные фигуры, которые другие компании за полгода не делают. Например, были подписаны договора, да, и приходят к нам компании, уже там первая-вторая компания подвела, а мы, ну, как бы, ну, конечно, загорает такую еще гордость, что мы-то уж точно сделаем, но мы делаем, да. И делаем в более короткие стройки. Быть лучшими в своем деле – задача достойная и весьма непростая. Наблюдая за Валентиной, моей героиней, слушая ее, я понимала – упорство и хватки ей не занимать. При этом никаких резких движений и минимальные риски. Все с какой-то восточной мудростью и неотъемлемым позитивным настроем. У меня папа тоже такой, скажем так, обрусевший кореец, потому что уже второе поколение, которое в России. Если из корейской культуры, то мне, конечно, очень нравятся традиции, очень нравятся семейные вечера, семейные, как бы, когда мы вместе собираемся, там, ужинаем, да, то есть разделение, там, приема пищи вместе, там, маленькой компанией семейной, либо большой. Это всегда вот я очень люблю. Традиции, когда на праздники обязательно нужно собираться там, где бы ты там ни был, все равно нужно обязательно почтить, обязательно быть. Ну и, конечно, я все-таки родилась, выросла в России, но, в принципе, все, все, что вот связано с Россией, это все мое. То есть нет такого, что чему-то я там научилась, когда взрослая. Нет, все это все как бы впитывалось. То есть я крещеная, я там с детства ходила тоже в церковь. С детства дачи. Ну, то есть вот как вот там советское какое-то там детство небольшое, да, там, застало. Все это Валентина вместе с мужем воплощает и в своей семье. Их история началась с крепкой дружбы. Это основа любой семьи. Взаимопонимание и поддержка. Они кажутся такими разными, но это работает только во благо. Уже в разговоре, даже не задавая прямой вопрос, а как у вас это, собственно, получается, я находила ответ. Здесь налажен внутренний контакт и все распределено, расставлено в приоритетах. Мы вместе идем, каждый отвечает за свои какие-то операции, да, в работе. Но секрет, мы для себя его открыли, это не выносить работу домой. То есть мы заходим домой, и там даже если кто-то начинает, ну, про рабочие сложные моменты обсуждать, то мы как бы останавливаем это в рабочее время. То есть у нас вечером семья, это семейное время, когда мы садимся вместе за стол, когда нужно там послушать, что было у ребенка там в школе, ну, то есть поделиться какими-то радостями. А вот уже обсуждение работы мы выносим на работу. Семья всегда рядом, даже в съемочном процессе. Благо, возможности близкое расположение локаций позволило. Муж и две дочки были рядом и поддерживали Валентину. Тут, кстати, зашла речь и о будущем девочек. Они, оказывается, активно интересуются делом родителей, что, скорее всего, в лучших традициях мировой практики перерастет в фамильный бизнес. Дочерям вашим собираетесь приобщать их? Собираетесь к этому моменту? Я думаю, придется им приобщиться, но они уже и готовы к этому. Потому что мы, вообще у нас компания входит, компания «Шоколадная студия» входит в 100 семейных компаний России, в 100 первых семейных компаний России под патронатом президента Торгово-промышленной палаты России. То есть мы подавали заявку, у нас отобрали среди множества компаний по России. То есть у нас вот как бы, ну, мы расписывали у кого как роли, да, что делаем и как давно, то есть занимаемся этим. И так как на нас уже, ну, как бы оно останется на нас, в 100 первых семейных компаний, то есть, ну, скажем так, в новой истории уже, да, там, России, конечно, потому что мы даже проходили курсы, да, как передавать, как объяснять детям, как собирать семейные советы. И на самом деле это все работает, потому что, да, вот, то есть у нас Торгово-промышленная палата, например, собирает периодически там раз в год, раз в полгода и рассказывает, как, скажем так, положительные примеры из зарубежных компаний. Это там Ашан, Люра Мерлен, Касторама, Самсунг, то есть все крупные компании – это семейные бренды, которым там кому-то не один, не одна сотня лет, да. И это очень, как сказать, когда семейная компания – это плюс огромный для развития, для доверия компании. Доверие – еще один важный момент в построении любого дела. И в этой семье это немаловажно. Изначально поверив и положившись друг на друга, Валентин и Иван смогли выстроить и семью, и дело. Она леди, коммуникабельная, располагающая, налаживает связи, занимается торговлей. Он остается главным исполнителем идей. Такое разделение труда и обязанностей – один из ингредиентов успеха семейного бизнеса. Рабочих на производство нанимают как на постоянной основе, так и сезонно. Участвует семья Валентины в благотворительности. Для героини, пожалуй, самое важное – быть востребованной и нужной как в семье, так и в своем деле. И что немаловажно, они всегда рядом. Даже бизнес строят так, чтобы было время друг на друга. И на двух очаровательных дочек – Злату и Ксению. Тут выручают, что мы вместе работаем, мы можем друг на друга положиться и в работе. И в семье. То есть, соответственно, когда нужно там отвезти, привезти, мы друг друга подменяем. Это очень важно, что мы, как сказать, взаимозаменяемы с супругом и на работе, там, каких-то принятий решений, да. И, например, с детьми. То есть, вот это рабочее время у нас, например, до шести, до семи, до семи даже вот так вот. Мы друг друга, как сказать, подстраховываем. Делу время и отдыху тоже. Поспешай, не торопясь. И, конечно, люби свое хобби. И тогда ты сможешь превратить его в бизнес. А когда рядом такая удивительная и активная леди, успех точно обеспечен. Валентина Ким не просто леди в деле. Она хранительница семейного очага, последовательница традиций. Она учится и развивается. Успевает личным примером воспитывать дочек, помогает мужу, вдохновляет и вдохновляется. И, конечно, всегда быть в деле – это ее. Я бы сказала, леди в шоколаде. Редактор субтитров А.Семкин